Давайте пальчик. Будет немножко неприятно потерпеть. Экспресс-анализы крови, тщательный сбор анамнеза, измерение основных показателей. Комплексная работа медиков позволяет выявить порой даже серьёзные заболевания на ранних стадиях. Я как врач-рентгенолог могу отметить, что здесь в модуле рентгенологической диагностики очень хорошее современное оборудование. Особенно мне нравится цифровой маммограф. Изображение очень качественное, позволяет видеть даже небольшие изменения. То есть это очень хороший метод работы. Ну и здесь очень хороший драматоскоп. Александра Браташ – пример такой своевременной помощи поездов здоровья. Минувшая осенью мобильная бригада остановилась в её родном селе Харьковское. Тогда медики обнаружили у женщины проблемы. Назначили лечение в областном центре. Теперь, пользуясь случаем, наша героиня снова решила пройти диагностику. Ну, район, конечно, далековато. Проезжали в прошлом году вот этот же поезд. Здоровья, спасибо вам. Обнаружили всякие недостатки. Приезд в отдалённые сёла целой команды специалистов привлекает даже самых скептически настроенных жителей. Как правило, те, кто обходил стороной больницы, на приём к специалистам клиники на колёсах идут проверить всё и сразу. Ну и, конечно, это прекрасная возможность для маломобильных людей, которым добираться в райцентр сложно. А если медики размещаются буквально на соседней улице, грех не пойти, признаются селяне. Пешком я вот рядышком живу. Ну, удобно? Конечно, удобно. Спасибо большое. Спрашивают, что болит, что беспокоит, что пьёте, что не пьёте, что надо поменять. Молодцы, спасибо. За три дня работы выездной бригады тут обследуют до ста человек. Помимо базовых исследований, кровь, кардиограмма, флюорография, по решению врача-терапевта дополнительно сделают УЗИ внутренних органов. Далее за выполнением рекомендаций будут следить сельские семейные врачи. Татьяна Куликова, Александр Кветко. Такой день на Мире Белогория.